Проблемы молодежи актуальны во все времена. Во всем мире, да и в России, в частности, у молодежи часто меняются приоритеты. Ни для кого не секрет, что подрастающее поколение все чаще хочет выделиться за счет пагубных привычек, насилия и других недугов. Каков коэффициент недоброжелательных привычек у дагестанской молодежи узнавала Ума Ибрагимова? Наркотики, алкоголь, социальные сети, разврат. Какой же самый распространенный порог среди молодежи узнаем у горожан нашей столицы прямо сейчас? Самым распространенным порогом считаются наркотики. Считается наркотик. Они и куют, и пьют, и телефоном играются. Самое распространенное. Все пороги у них. Да, да. Я вот здесь работаю в Махачкале, возле каждого подъезда, возле каждого этого я охранщиком работаю. Видно? Иголки с этим. Часто встречаются, которые немножко наркотиком пользуются. Социальные сети. Больше пользуются? Больше пользуются, да. Молодежь вообще не читает книги, не гуляет, не общается. Все в телефонах. В телефонах тоже. И драчки устраивают. А потом снимают. Это тоже порог большой. Особенно среди школьников. Социальные сети больше всего, что замечаю. Больше всего. А почему ты так читаешь? Наблюдение? Вообще я могу, к примеру, иду сейчас в музыкалку, по дороге могу встретить любого человека, который вот сидит и уперся в телефон. Среди опрошенных были и те, кто источником зла всех пороков республики на сегодняшний день считает уровень безработицы. Работы нет, они уже начинают и наркотики употреблять, и спиртные там. И, значит, уже доходят до преступления. Нет денег, значит, надо преступным путем добывать деньги. Ну, алкоголизм, по-моему, у нас уже более-менее. Но вот наркотики, их трудно поймать, их трудно обнаружить. Они вот так в свободном магазине не продаются, как водка. Поэтому, я думаю, вот это вот наркотики. Большая часть опрошенных считает, что основной порог дагестанской молодежи – это наркомания. Для ее искоренения в республике ведутся работы и, в частности, активистские рейды по незаконным торговым точкам. Буквально позавчера проводили очередной рейд по профилактике продажи алкоголя несовершеннолетним, по аптечной наркомании на сваю. То есть, эти рейды проводят сами молодые люди. Мы совместно с МВД эту работу как бы курируем. Есть определенные результаты при поддержке четкой позиции прокуратуры и Министерства здравоохранения республики. Ряд аптек лишено лицензии. Нам удается заблокировать некоторые даже каналы поставки. Поэтому определенная работа в этом направлении сама проводится. Хочется надеяться, что наркотики, алкоголь и распространение насилия и разврата и в дальнейшем не будет популярным в республике. Ведь на сегодняшний день в Дагестане это не основная проблема.